добрый день дорогие друзья сегодня с вами шеф-повар евгений пеленса на улице тепло и когда я смотрю на такие чарующие теплые пейзажи мне сразу в голове всплывают теплые страны именно по этому сегодня решил приготовить шашлык в гавайском стиле я приготовлю шашлык из тигровых креветок с нежной свининой овощами и все это замариную в пряных специях а готовите все это будут в аэрофритюре рамит для начала нарежем все составляющие для шашлыка чтобы их замариновать и сочно приготовить так ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я подготовил и нарезал все овощи, теперь самое время подойти к свинине. Чтобы она была нежная, мягкая, я взял вырезку. Она практически без сухожилий и жира, но все равно немного ее зачистить надо. А сейчас я займусь креветками и покажу вам, как правильно их чистить. Вначале необходимо снять верхний панцирь, далее у креветки сверху по спинке проходит пищевод, а снизу проходит кровеносная система. Кровеносную систему можно не трогать, нужно удалить пищевод. Делается прямой разрез вдоль спины до самого хвоста. Вскрывается креветка и достается пищевод. Особое внимание к хвостику креветки. Здесь самая трудно удаляемая часть пищевода. И все, наша креветка готова и чиста, и будет отправлена к остальным шашлыкам. В то время, пока маринуется шашлык, я займусь солом. Так как ему нужно тоже небольшое время, чтобы он настоялся и был вкусный. Укли Museum Для приготовления сегодняшнего шашлыка я буду использовать барабан-шашлычницу из расширенного комплекта для аэрофритюра Рамир. Я буду использовать барабан-шашлычницу. Мой гавайский шашлык полностью готов. Он уже полит соусом, он даже украшен зеленью. И остался последний штрих. То, что отличает просто жареное мясо от шашлыка, это запах дымка. И сделаю это при помощи дымогенератора от Рамир. Наконец-то наступила самая моя любимая часть, когда мы будем пробовать то, что я приготовил. Этот шашлык включает в себя сразу много вкусов. Он многогранен. За счет анамаса, болгарского перца и креветки он сладкий. За счет перца чили и чеснока он пряный, острый и пикантный. За счет свинины и кукурузы он такой крахмалистый, приземленный. В общем, это целый букет всяких вкусов. И я начинаю пробовать. Это просто гастрономический взрыв. Представляете, сразу куча вкусов. То есть и сладость, и острота, и креветка. Это бесподобно. Я буду продолжать наслаждаться своим шашлыком. Вам желаю творческих успехов на вашем кулинарном поприще. Пусть у вас все, что задумано в сковороде или где-то еще получалось. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Пока-пока. До новых встреч.